Привет, ребята, я Дэмиан Лерой, и сегодня мы в прекрасной Флориде. Сегодня я хотел бы дать вам пару толковых советов, как кататься в Лайтвинд, реальный Лайтвинд, всё, что я смог понять за 20 лет своей карьеры. Поговорим сегодня, как получить эти маленькие преимущества, неважно, на фойле вы или на твинтипе, на чём угодно, на чём вы катаетесь в Лайтвинд. Сегодня у нас ветер между 5 и 11 милями в час. Навыки, которые вам нужны, чтобы катать в такой Лайтвинд, как кайтбордер, просто разобьют вас до нереального уровня. Моя цель на сегодня просто подкинуть вам пару этих советов. Ну и начнём мы, пожалуй, со снаряжения для Лайтвинда. Один из важнейших факторов, с которых стоит начать, вам нужно иметь бар побольше. Больший бар заставляет кайт поворачивать быстрее, потому что у вас гораздо больше рычаг. И по моему мнению, это как раз то, что нужно, управлять большим кайтом более быстро. Это очень важно в Лайтвинд. Но вот у нас здесь огромный секрет, про который многие люди реально не знают. Удлинители строп. Очень рекомендую. Чем легче ветер, тем длиннее должны быть стропы. Но если вы ночевнающий, то у вас будет мах гораздо более длинным. То есть ваш кайт двигается гораздо дольше вниз, генерируя тягу, что позволяет вам уехать. У вас гораздо больше времени на реакцию, чтобы развернуть кайт. Короче, стропы, всё происходит быстрее, ветровое окно становится меньше. В целом, я очень рекомендую удлинители строп, если вы катаетесь в легкий ветер. Можно использовать стропы до 30 метров. В обычных компаниях выпускают что-то между 22 и 24 метра. Но я рекомендую иметь 3-5 метров удлинителей, попробовать, подумать, что вам про это кажется. Но я думаю, что вы почувствуете, что у вас гораздо больше контроля, больше времени на реакцию. Удлинители и выбрать бар побольше. Больший бар для большего кайта совершенно точно поможет. Теперь давайте перейдём к доскам. Ну и тут у нас два барда. Стандартный консенсус для многих вещей. Позволяет вам получить хорошее понимание, как всё происходит. 135-й Скалибур и 150-й Стилус. Спарды бывают до 160 длиной. Ну и здесь у нас самая важная вещь в Лайтвинд. Площадь контакта. Чем больше площадь контакта, тем легче идти на ветер. Можно кайт поменьше взять. Чем больше доска, тем легче учиться также. Все мы это слышали, все мы это знаем, но я реально рекомендую избегать больших кайтов, а скорее взять доску побольше. Маленький кайт гораздо более эффективен с большим бардом. Так что заполучите свой Лайтвинд борт. Если у вас есть возможность получить комбо Лайтвинд борт, борт для сильного ветра, и вы в деле. Следующий шаг в этом направлении – это тренд фойлы. Как раз здесь у нас дабл-агент с фойлом Hi-Rise Vario. Фойлинг, конечно, поменял направление эволюции в кайтбординге. Почему? Потому что он настолько эффективен в воде. Вы просто летите на аэроплане. Это именно так круто, как это звучит. Хотелось бы сказать, что, конечно, это требует временно изучения, и вы сможете катать в принципе, так же, как и на Твинтипе, но вы будете на сильно большем пауэре, потому что там практически нет сопротивления. И все еще быстрее становится. А теперь давайте к следующему важному моменту перейдем. Это кайты, которые здесь. Ну и мелочь, про которую мы сейчас говорим, она реально не особо, чтобы как-то рекламируется в нашей индустрии, но это очень важно для того, чтобы в Lightwind катать и вообще в целом управлять вашим кайтом. У многих компаний здесь несколько узелков. В целом, ваш кайт летает в обычном таком положении, когда он еще не заваливается вперед и не бэкстолит. А главное назначение этих узелков – они настраивают трим вашего бар. Но если сильно упростить, вы поднимаете любой свой кайт, неважно какая фирма, затягиваете планку, и если кайт начинает лететь задней кромкой вниз, падать, то 100% вы не завязаны на крайний узелок, на который наиболее близко к кайту, который дает мощнее всего тягу. Ну и кайт нужно депауэрить. И вам нужно летать на крайнем узелке, на самой депауэрной настройке. Но если кайт начинает падать, нужно депауэрить. Нужно использовать правильные настройки к кайта. Чем легче ветер, тем сложнее летать к кайт, и нужно использовать правильный трим, использовать правильный узелок. Это очень важно, хотя это не очень так, чтобы сильно клиентам объясняется. Ну и также настройки зависят от длины рук или от использования сидячей трапеции, потому что можно депауэрить гораздо сильнее. Если же у вас руки покороче, вам нужно использовать более задепауэренные настройки, чтобы контролировать кайт без бэк столов. Это очень важно, очень рекомендую разобраться. Ну теперь давайте посмотрим на два кайта здесь. Это 15-метровая контра и 12-метровый дрифтер. Ну и почему у меня именно два этих кайта? Да потому что они в легкий ветер просто безумные. У контра просто мощная тяга. Когда у вас легкий ветер, вам нужно просто ехать. Вы хотите тягу, чтобы кайт взял вас и утащил. И просто управлялся. Дрифтер же это кайт, которым легче всего управлять во всей индустрии. И он просто прекрасен на фойле. И как прокачаться в лайт-винде? Вам нужно просто летать эти кайты в ветер до 10 миль. Почему это важно? Вам нужно научиться делать даун-лупы кайта вашего. И это важно в легкий ветер. По лайтам вы махнули, кайт упал, вы приплыли. Кайта. 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 Но я хочу научить вас, что есть определенная точка в окне, когда вам нужно разрешить кайт упадать, чтобы он провернулся и создал энергию при движении вверх. Сейчас я вам все покажу. Надеюсь, это вам сильно поможет. Сейчас я привяжу струбу к этому дрифтеру и покажу вам, как управлять кайтом в Lightwind, чтобы прогрессировать в этом направлении. Ну и вот я, мой кайт, и я буду его летать на самом задепаренном узелке, на крайнем, потому что легкий ветер. Потому что у меня не очень длинные руки, и я не люблю, когда далеко все отводится, мне нравится быть ближе к планке. Мне кажется, что это лучший перформанс получается для меня. Если бы, конечно, у меня руки были подлиннее, может быть бы я передвинулся бы на более пауэрный узелок. Ну и что хочется сказать, что больше мощности не всегда имеет смысл такой прямой, как больше мощности. Например, если кайтбэк 100 лет больше, задепауэривайте кайт. Но сегодня я на задепауэрином кайте буду, как в принципе и всегда. Ну и сегодня во Флориде просто адски жарко. Вы смотрите, что я в майке, но это только потому, что я не хочу потерять всю свою кожу на этом солнце. Но мне очень радостно от того, что я делюсь всеми этими советами с вами, ребята. Знаете почему? Да потому что у меня было миллиард заплывов просто. Почему, спросите? Потому что я пытался, я изучал это все жестким способом. Но сейчас вы все это услышите, и все равно будете заплывы делать. Всякое бывает. Так что, будьте уверены, что вы понимаете, как самоспасение делать. Ну и начнем с запуска кайта. Когда мы запускаем кайт в слабый ветер, очень важно раскачать его с одной стороны на другую. С одной на другую. Когда кайт направляется к воде, подтягиваем в другую сторону. Если он не проходит, повторяем этот маневр. Раскачиваем, переворачиваем кайт. А потом плавно отпускаем планочку. Ну и даем кайту вылететь. Отпуская планку. Ну и вот мы управляем в Lightwind кайтом. Вы можете увидеть, что сейчас ветер очень легкий. Даже струпы практически не натянуты. Ну что тут скажешь? Тут где-то в районе 7 миль в час. А сейчас я вам покажу, что примерно делают все в Lightwind. Они одевают борт на ноги. Давайте все сейчас попробуем сделать. Одеваем доску на ноги. Отправляем кайт вниз для того, чтобы поехать. Почти, почти едем. И пытаемся повторить еще разок. Дожимаем планку, чтобы получить больше тяги. И мы плывем. Вот такой заплым в 99% людей делают в Lightwind. То есть давайте скажем 99,5%. Ну и как нам тут выйти из ситуации? Как нам быть лучше в подобных ситуациях? Давайте посмотрим на этот фокус. Ну и что важно, если вы отправили кайт вниз, и он не дает достаточно энергии, чтобы поехать, вам нужно всего лишь... У нас недостаточно тяги, кайт уже в краю окна. Нам нужно схватить нижнюю стропу, потянуть ее, провернуть кайт и сгенерировать эту мощность, достаточную, при этом отпустив планку. Поэтому просто тренируйте это в Lightwind. Отправляете кайт, видите, что он в краю окна, у него нет уже никакой мощности. Просто хватаете стропу, проворачиваете кайт, отдаем планку, и он генерируя тягу, уходит вверх. Ну и что здесь важно? Когда вы на воде, и у вас уже одет твинтип, вам нужно после маха кайтом не пытаться вернуть его и перезатянуть планку. Вам нужно дать возможность кайту лететь, отдав планку. Ну и когда я махнул кайтом, и чувствую, что тяги мне не хватило, и кайт сейчас упадет, мне нужно спасти ситуацию, схватив стропу, провернув кайт, сгенерируя тягу таким образом. Ну и что я советую вам? Просто в очень легкий ветер, выходите, поднимаете кайт, и тренируетесь делать лупы. Нужно, чтобы это было комфортно для вас. Не пытайтесь развязывать вашу планку, вращать вашу планку во время лупа. Зачем я беру стропу? Потому что мне нужно сделать очень-очень маленький луп. И разворот очень быстрый. И когда я отпустил, планку, я уже потом ее раскручиваю. Не пытайтесь работать с раскручиванием вашей планки во время лупа. По 100% получится. Схватили стропу, провернули кайт, отдали планочку, раскрутили планку. То же самое во время бодидрага. Вам нужно понимать, что есть определенный уровень, ниже которого кайт упадет. И если вы провели кайт достаточно низко, чтобы спасти его, нужно сделать луп. Мне все окей, кайт выжил. Если я не сделал так, вот я кайт провернул, все, он распауэрился и падает. Все, заплыв. Очень важная вещь в Light Wind это как вращать ваш кайт. Вот такой фокус. Ну вот с другого ракурса. Вот место, где мне нужно вращать кайт. Он начинает падать. Я натягиваю стропу, вращаю кайт, отдаю планочку, кайт вылетает, раскручиваю планку. Продолжение следует... Еще один способ, что делать, если кайт начал немножко заваливаться. Просто отдайте планку, и вероятнее всего кайт зацепится, и вылетит, вылетит ближе к зениту, а не упадет в воду. Вот смотрите, я затягиваю планку, кайт начинает заваливаться, я отдаю планку, и чуть подтягиваю, и кайт спасен. Ну и на сегодня все. Работайте над вашей техникой в Light Wind. Используйте время, со временем все придет. Безопасные условия тоже очень важны. Наслаждайтесь процессом, пусть это будет прикольно, и однажды увидимся на воде. Да, ребята, спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, очень много людей смотрит без подписки, и подписка в самом деле помогает продвигать видео, рекомендовать их тем, кто про них не знает. Скидывайте в комментарии во всевозможные форумы, куда угодно, интересные видео, которые не на затертые темы. Очень много сказано уже про прыжки, про выбор снаряжения, но есть много тем, которые особо не раскрыты. Ну а то, что уже рекомендовали, своим именем сделаем, всему свое время. Всем хорошего времени, и увидимся.